Мы продолжаем разговаривать о псалтыре для пользователей интернет-портала exeget.ru И, напомню, мы ведем речь о мессианских свидетельствах, пророчествах псалтыри. В прошлый раз мы говорили о втором псалме, сегодня возьмем восьмой псалм. У нас не нужно нам весь псалм, прочитаем только малую часть. Господи, Господь наш, как чудно имя Твое по всей земле, ибо вознеслось величие Твое превыше небес. Устами младенцев и грудных детей совершается хвала Тебе при лицом врагов Твоих, дабы сокрушить врага и мстителя. Вот смотрю на небеса, дела рук Твоих, на луну и звезды, сотворенные Тобой. Кто из человек, что помнишь Ты Его, или сын человеческий, что посещаешь Ты Его? Умалил Ты Его лишь немногим перед ангелами, славою и честью увенчал Его, и поставил Его над делами рук Твоих, все покорил под ноги Его. И, конечно, самый интересный в этом псалме стихи, третий стих. Изус младенец и сущих совершилось и хвалу. Буквально узнаваемые вещи, именно на этот псалом, на эту строчку, ссылается Христос, когда Его укоряют в том, что дети, в день входа Господня в Иерусалим, дети хвалят Его, дети поют Ему. И весь народ постилает Ему одежды, машет Ему пальмами и ветвями. И это возмущает врагов Христа. А Он им отвечает, что разве вы не читали, что из уст младенцев и сосущих грудь, то есть грудных детей, совершу Тебе хвалу. Удивительно. То есть, вот толпа людей идет. На самом деле, много людей. Там женщины, мужчины, старики, бабушки. Но там есть дети. Дети кричат особенно громко. Дети кричат настолько, что об этом, это раздражает фарисеев. Раздражает, потому что дети вообще должны молчать. Это очень патриархальное, очень такое структурированное, регламентированное общество, где дети, ну, вообще должны быть в самом-самом вот низу и недоступны общению с уважаемыми взрослыми. С раввинами, с учителями и наставниками. Это у нас, если есть наставник, в первую очередь, к нему подводят детей, забывая, что у такого понимания наставничества именно христианские корни. Это с тех самых пор, когда Христос сказал, пустите детей приходить ко мне. Именно тогда все изменилось. Не сразу это изменилось, но постепенно изменилось отношение, что да, вот появляется где-то старец или учитель, наставник, умный человек в церкви. И к нему приводят детей. Нет, если это не в церкви, если это мудрец и философ Хайдеггер и Гуссерль, никто к нему детей не поведет, да он и будет с ними разговаривать. Они же ничего не способны понять. Вот, а в церкви совсем другое. Им не надо понимать. Христианство – это не столько понимание. Эта жизнь благодати, этой благодатью можно заразить, нужно заразить. Этой благодатью надо поделиться, как ложкой меда. И поэтому дети приходят. А в начале всего этого стоят вот эти строчки. Это возмущение фарисеев и упоминание об этом Христа, что что же возмущаетесь, ведь это было предсказано. Об этом было сказано, что так оно будет. Из уст младенец и грудных детей совершается хвала, как раз чтобы показать, что отныне изменились отношения Бога и человека. Все христианство в этом смысле, оно разворачивает древний мир, Рождество. Пастухи, ангелы, явившиеся пастухам, рождение вертепь, скот, ближе всего находящийся к яслям, сами ясли, как престол. Детская картинка, Рождество стало детской картинкой. И вот дальше, и дальше, и дальше, чтобы над всем этим, или обнимая все это, звучали слова, важнейшие слова Иисуса Христа. И это указание о том, что Иисус, младенец и грудных детей совершил хвалу, не только соотнесенность с конкретным историческим событием земной жизни Иисуса Христа во время входа Его в Иерусалим. Не только узнаваемая картинка, скажем, входа, узнаваемая картинка вербного воскресенья, породившаяся в свою очередь, такую традицию служения детей во время этих праздничных литургий на вербное воскресенье. А это формула, это новая парадигма, что отныне в Царство Божье входят только дети. Если не смиритесь и не будете, как дети, вы не войдете. Только устами младенцев и грудных детей можно совершить достойную хвалу Бога. Только это Он принимает. И именно перед лицом врагов, когда ребенок просто поет Христа. И это вызов врагам Христа. Но гораздо больше вызов, когда перед лицом Христа поет вот такой вот изменившийся человек, который смирился настолько, что стал Детем Божьим в Духе, который опростился, смирился, изменился настолько, что стал чадом Божьим. Он перестал надеяться на себя. Все его упование только Господь. И он славит Бога и будет славить всегда, в каких бы условиях он ни был. В ГУЛАГе, в тюрьме, в Заполярье, на Колыме, на войне, где бы там ни было, в правительстве. Какого-нибудь там, как в Византии было, синклите императорского. Он везде будет славить Бога. Его невозможно не заставить замолчать, не изменить, потому что он совершенно объят благодатью Божией. Вот таких служителей ищет себе Господь. И они всегда, поскольку они иные по отношению к этому миру, эти подлинные христиане не всегда славят его своими чистыми устами перед лицом его врагов. Но здесь, в этом псалме, есть еще нечто. Кто из человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его? Ведь действительно, мы сейчас, размышляющие о том, что все это безобразие, которое нас окружает, весь этот прогнивший, страстный, грешный, нечистый мир, нечистый во всех отношениях, начинают отравленной земли, воды, воздуха, мрачных душ, разрушенных судеб, убитых детей, невинно замученных страдальцев, вот вся эта мерзость, мы почему-то думаем, что это Бог сотворил. Или не помешал этому сотвориться, забывая, что мы за это отвечаем. И вот с этой точки зрения, да, мы постоянно грозим кулаком в небо, или поднимаем перцы, спрашиваем, почему? Да, Коля, куда ты смотришь? Восстань, вскусь пиши. Мы думаем, что это зависит от него. А вот этот самый ребенок, человек, бывший взрослым, но смирившийся во Христе и ставший, как дитё, простирающий к Отцу свои руки, Отче, защити, помоги. Он-то знает и удивляется, Господь, кто такой человек, что ты о нем вспомнил? Кто такой человек, что ты нас спас? Кто такой человек, что ты решил нас спасти? Что ты пришел к нам, посетил нас? И как спас? Спас своей кровью. Тем, что умер на кресте. Что во Христе сделал нас лишь немногим меньше, чем ангелы. Соединив под своей главой нас и с ангельским миром. Давав нам возможность духовного бытия. Да, не такого, как у ангельского, мы не можем быстро перемещаться в пространстве, много чего другого не можем, но мы духовные, как и они, во Христе. И вот эту возможность ты нам дал. И человек чуждый Христа, человек взрослый вне Христа, он грозит пальцем, он возмущен, он недоволен, он предъявляет претензии Богу. Почему так все плохо? Человек смирившись, он изумлен удивительным снисхождением Бога. Кто такой человек, что ты о нас вспомнил? Это, можно сказать, вольное изложение той мысли, которая содержится в анафоре литургии Иоанна Златоуста. Где с этого начинается, по сути дела, обращение к Богу. И как ты смог нас создать, призвав из небытия и в бытие. А потом, видев, что мы натворили, все-таки нас нашел возможность исправить. Ведь мы же ничто. У тебя легионы ангелов. Ты вполне доволен. То есть, у тебя все есть. Ты не терпел быть мучимым род человеческий, находящийся во тьме. Ты не смог вынести, как мучается человеческий род. И пришел и спас нас. Это, правда, уже из анафоры литургии Василия Великого. Но вот эта суть благодарения, она начинается не с того, что мы вспоминаем, что у нас мирное небо и светит солнце, или что у меня есть дом или жена. А начинается с того, что ты нас создал, а потом нас спас. Хотя мы созданные поступили скверно. Мы тебя забыли. Мы тебя не любили. Мы тебя отвергли. Но ты пришел и спас нас. И вот здесь пророчество именно об этом. Чтобы мы, читая псалмы, всегда вспоминали, кто такой человек. Что мы такой. Это мы в своей гордыне привыкли носиться с собой, как с писанной торбой. Считая, что все бытие. И ангелы, и сам Господь только и думают о том, как бы нам послужить. Как бы нашу жизнь сделать счастливой, и мы недовольны, и плохо работаете. Я по-прежнему несчастливый. Что такое в самом деле? Ну, работайте, брать, работайте. Делайте так, чтобы я был счастливым. Измените жизнь мою. Сделайте меня здоровым, сильным, богатым, красивым. Дайте все, что мне потребно. Ну, не можете. Тогда я пошел к другим. Ну, что это такое? Если Бог не может исполнить мои хотелки, то я не знаю больше, к кому обращаться. И всегда этот шантаж, этот оскорбленно униженный тон, тогда я пойду прочь, я не буду ходить в эту церковь, я не буду поклоняться этому Богу. Я лучше пойду к каким-нибудь другим духам, существам, которые все сделают, любую прихоть мою исполнят. Вот, а когда человек воспитан на Писании, когда вот он из недели в неделю прочитывает Псалтырь, где постоянно говорится о том, кто есть человек, чтобы ты о нем помнил. И все молитвенные обращения Давида, или не Давида, Псалтырь, не только им писалось. Вот, все эти молитвенные обращения, они из глубины, из низины возносятся. Когда человек вот так умаляется, смиряется, когда он чувствует себя бесконечно маленьким, беспомощным, беззащитным. И из глубины своей беззащитности взывает к Богу, помоги, защити, утеши. Ты же мой отец, ты же мой творец. И вот тогда, когда человек постоянно в этих образах живет, он понимает, что ни бунты, ни возмущения, ни претензий, ни свопросничество нужно. А вот это удивление, Господи, я еще живу. Ты меня слышишь? Ты правда меня слышишь? Это невозможно. Вот такой вот кусочек гной, который сегодня есть, а завтра сгниет, и даже через 30 лет никто не вспомнит обо мне. А ты будешь помнить, и помнишь сейчас, ты, внимающий миллиардом ангельских сил, меня слышишь? Я вот сейчас попрошу тебя и скажу, Господи, ну что-нибудь попрошу, благослови эту пищу. И ты правда придешь и благословишь мою пищу. Вот это удивление, изумление, просто сердце как воск, это из другого псалма, тает посреди сердца моего, естества моего, потому что это удивительное снисхождение. Такой великий, а я такой маленький. А он меня не презрел, ничего от меня не требует, а мне служит и дает. И вот это вот смирение, вот что важно для того, чтобы жить с Богом. И поэтому весь псалом восьмой связан единой мыслью. Устами младенцев и грудных детей совершается хвала. И только такой человек удивляется, как ребенок, на который обращает внимание взрослый, как сын, которого зовет отец и прижимает. Папа такой, вот с дядьками с такими разговаривает. И меня, сынка, иди сюда. Заметил, увидел вот это восхищение, изумление Богом, который среди миллиардов иных существ, миллиардов человеческих лиц, слышит мой стон и вопль, просьбу или благодарность, видит мой скорбь и преклоняется к тому, чтобы прижать меня к себе, утешить или вытереть мои слезы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!